Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы шашечной игры! Сегодня мы с вами рассмотрим важнейшее окончание в русских шашках, так называемую проводку шашки С1. Вот, друзья, важнейшее окончание в русских шашках, так называемая проводка шашки С1. То есть в этом окончании белые должны провести шашку С1 в дамке, и затем построить так называемую боевую позицию, и затем дамка черных ловится, либо черные вынуждены будут пожертвовать шашку А3, и белые построят либо треугольник Петрова, либо штык Ганяева, и победят. То есть в этой позиции, в принципе, черные могут обороняться, ну, в принципе, 30 ходов легко. То есть очень непростая позиция, многие сильные мастера, гроссмейстеры начинают путаться в цитноте, то есть забывают поля соответствия. Тут есть определенные поля, которые нужно занимать белым, то есть при атаке. Ну, для начала белым надо перевести одну из своих дамок, не находящуюся на большой дороге, на поле А5. Как это сделать? Ну, допустим, пошли на Б6, черные, допустим, пошли на Ж3. То есть, видите, сюда уже нельзя пойти, потому что белые поймают черных. Заняли поле А5. Допустим, черные сыграли на поле А4, то есть если белые сразу же пойдут шашкой, то черные уже нападут и загонят поле на С3, шашку на С3. То есть есть, в принципе, в этой позиции несколько путей для проводки шашки С1. То есть есть путь через поле Е3, есть путь через поле С3. Через поле С3 более сложный выигрыш, через поле Е3 более легкий. Поэтому рассмотрим более легкий способ, так называемый способ Розенблата, разработанный шашистом Розенблатом. Теперь белые занимают дамкой, находящейся на большой дороге поле С3. У черных есть две защиты. Либо обороняться по верхнему тройнику, либо по нижнему. Ну, лучше всего, конечно, обороняться по нижнему тройнику. Здесь защита черных более, так скажем, надежная. Белым сложнее атаковать. Ну, рассмотрим оба способа. Сперва защита по верхнему тройнику. То есть, теперь белые уже могут ввести свою шашку С1 к дамке. Так как черные не могут нападать на шашку белых с поля Ж5. Потому что белые пожертвуют шашку и дамку и победят. То есть, а куда в этой позиции играть черным после хода СД2? То есть, нападение тоже на Б4 невозможно. Белые ходят по большой дороге, отдают шашку и затем также ловят дамку черных. И побеждают. То есть, в этой позиции сильнейшая защита за черных ходить на поле С5. То есть, отсекают белых по нижнему двойнику. Не дают пойти шашки Д2 белых. Теперь белые занимают аккуратно поле А1 дамкой. Черным теперь остается, если продолжать оставаться на двойнике нижнем, ходить только на поле А7. То есть, на поле Ф2 или Ж1 ходить нельзя, так как белые жертвуют дамку и строят так называемый шлагбаум для черных. То есть, видите, в этой позиции черным мешает своя же шашка С5. Она, по сути, шашка-предатель здесь. Затем белые жертвуют шашку и ловят благодаря вот этой шашке С5 шлагбауму дамку черных. И побеждают. То есть, в этой позиции надо играть только на поле А7. Теперь белые занимают верхний двойник. Вот эту линию. Ну, черные продолжают отсекать белых по нижнему двойнику. Теперь белые занимают бортовое поле. Черные также занимают бортовое поле, препятствуют занятию белым нижнего двойника. А теперь белые делают очень важный ход дамкой на Ж7. Только выигрывают в этой позиции только этот ход. Черные играют, допустим, на С5. И белые вытесняют ходом А7 дамку черных с нижнего двойника. Теперь куда играть черным? Если, допустим, они нападают на поле с поле Ф8 на дамку белых, то белые уже побеждают. Играют дамкой на С3. И ходы по верхнему тройнику невозможны из-за жертвы дамки. Затем жертвуют белые шашку и побеждают. То есть куда играть черным остается после нападения? Так, черные напали, белые ушли на С3. То есть остается играть только на поле А6. Теперь белые закрываются второй дамкой. И тот же самый выигрыш происходит. Жертвуют дамку. Затем шашку. И побеждают. То есть мы разобрали, друзья, нападение с поля Ф8 в этой позиции за черных невозможно. Куда играть? Остается играть, допустим, на поле Е7. И в этой позиции уже белые начинают вести как раз шашку Д2 через поле Е3. И такое тоже нападение невозможно, потому что белые просто ловят дамку черных. Но бить надо до конца. Сюда нельзя бить, потому что белые побьют дамкой. Остается бить до конца. Белые жертвуют дамку и также побеждают. Так, куда еще можно сыграть в этой позиции? То есть нападать нельзя. Ну, допустим, сыграли на Е7, на Е3. И вот здесь уже напали с поля Ф8 черные. Теперь белые аккуратно переводят дамку на А1. То есть если они бы сыграли на А8 или на Ф6, то после нападения черных уже была бы только ничья. Белые вынуждены отойти. И черные проводят вторую дамку с ничьей. А в этой позиции, то есть после нападения, белые могут увести дамку на поле А1. Черные нападают, допустим, и шашка белых свободно пошла в дамки. Она проводится с выигрышем. То есть еще раз строим позицию начальную. То есть мы защищались по верхнему тройнику за черных. Теперь давайте защищаться по нижнему тройнику. Черные, допустим, ходят на поле Ж5. В этой позиции, очень важной позиции, белые должны занимать поля соответствия. Если дамка черных находится на поле Ж5, белые должны занимать поле Ж7, выигрывая только этот ход. Теперь, если черные занимают поле Е3, белые занимают поле Ф6. То есть отсекают поле Ж5 у черных. И у черных остается на тройнике нижнем только два поля. Поле Ф4 и поле А6. Если черные занимают поле А6, то белые быстро достигают победы. Точный ход дамкой на Д4. И теперь невозможен ни любой ход. То есть, если черные играют на Ф8, белые ловят дамку черных. А если черные играют по нижнему тройнику, то белые также ловят дамку черных. И тут правильно побить дамкой именно. Шашкой нельзя бить. Потому что будет ничья. То есть, еще раз. Дамка черных на Ж5. Мы занимаем Ж7. Если на Е3, то Ф6. Теперь черным остается единственное поле Ф4. Для того, чтобы оставаться на нижнем тройнике. Теперь белые занимают поле Д4. Видите, сейчас ходы по нижнему тройнику невозможные. Потому что белые построили угрозу. То есть, они грозят следующим ходом поймать дамку черных. Таким образом. Черные вынуждены уйти с нижнего тройника. Теперь следует точный ход дамкой на Ж7. Черные опять заняли. Вроде бы нижний тройник препятствует ходу белых СД2. Теперь белые ходят дамкой опять на Б6. То есть, грозят опять поймать дамку черных ходом Б на Е3. Черные вынуждены уйти. Так, если в этой позиции они, допустим, ходят на поле Д6. То мы уже ведем шашку белых ходом СД2. То есть, нападение опять черных невозможно. Таким образом. Потому что белые просто ловят черных. Играет А6. Затем дамкой на Е3 и побеждают. То есть, куда остается играть черным в этой позиции? То есть, если они, допустим, играют на Ф8, эту позицию мы уже, друзья, видели. То есть, белая игра точно на С3. Грозят поймать дамку. А после такого нападение закрывается и все равно ловят дамку черных. То есть, а если, допустим, черные играют на поле Е7, то белые уже начинают вести свою шашку в дамке. То есть, опять нападение невозможно. Потому что ловится дамка. А если черные нападают, допустим, с поля Ф8, то белые уходят на поле А1. И после нападения уже свободно проводят свою шашку в дамке. В этой позиции еще была ловушка. То есть, надо играть не на Е7 после хода СД2. А лучше сыграть на H2 или на поле Б8. Ну, давайте рассмотрим ловушку после хода H2. Если белые по инерции ведут шашку в дамке, то черные нападают. И тут даже, в принципе, в цикноте белые могут проиграть. Если они по инерции закроются, то черные жертвуют шашку и могут даже выиграть. Вот таким образом. Как не смешно звучит. А если черные, допустим, ходят на Б8 и белые также идут на поле Е3, то черные нападают. То есть, закрываться опять нельзя. Черные пожертвуют шашку. А если, допустим, ловить дамку черных, то черные прорываются в дамке с ничьей. То есть, вот такая ничья есть в этой позиции. Но у белых был выигрыш. То есть, если черные ходят на H2, белые аккуратно играют дамкой на G1. Как видите, опять нападение невозможно. Белые сыграют на H6 и поймают дамку черных. То есть, а куда играть черным остается? Допустим, на поле D6, теперь белые уже проводят шашку в дамке. Напали, допустим, отошли, напали и шашка проходит в дамке. И то же самое происходит, когда черные играют в этой позиции на поле B8. То есть, нельзя играть до Е3, надо аккуратно сыграть на А7. Опять нападение невозможно из-за ловли. То есть, надо отходить, допустим, куда-нибудь на G3, уже тогда повели шашку в дамке. Ну и, допустим, не на G3, а на D6. Также пошли на Е3, напали, отошли, напали и белые проводят шашку в дамке. Ну давайте еще в этой позиции рассмотрим следующий вариант. Почему в этой позиции нельзя белым играть, допустим, сразу же D4? То есть, сперва надо сыграть на G7. Если черные уходят на Е3, то на F6, на F4 и затем только на D4. А почему сразу же нельзя на D4 сыграть в этой позиции? Ну хорошо, давайте посмотрим. Черные, допустим, ходят на поле H4. Ну на поле Е7, видите, нельзя, так как дамка черных погибнет. На H4 тут выигрыша за белых нет. То есть, отдадут, отдадут, черные побьют на C3 и черные прорвутся в дамки. То есть, такого выигрыша за белых тут нет. Если, допустим, белые пойдут сразу же уже CD2 в этой позиции, черные нападут. И белые вынуждены будут вести свою шашку через поле C3. Здесь более сложный выигрыш. Поэтому белым нужно... Ну, допустим, они так же играют, как по предыдущему плану. Занимают поле G7. Пошли, допустим, на поле G5. Белые играют на B6. Вот вроде бы построили ту же позицию, но в той же позиции дамка черных была на поле F4, а не на поле G5. То есть, с поля F4 черные не могли напасть на дамку B6 белых. А в этой позиции они могут это сделать. Они нападают. И если белые, допустим, уходят по двойнику куда-нибудь, то черные уже занимают нижний косяк и приходится опять строить начальную позицию дамки белых А5, C3. Ничего, то есть, не получается. А если белые уходят на А5, то черные опять играют на G5. И опять получается ничейная позиция. Вот такое непрестое окончание. То есть, еще раз напомню, что надо, если дамка на G5 стоит черных, вот в этой позиции, то есть, надо сейчас сделать выжидательный ход, допустим, на C3. И теперь, если черные играют на F6, на F4 или на H6, то занимаем поле D4. А если на E3 играют, то поле F6. Сейчас на H6 нельзя играть из-за D4. Приходится играть на F4. Занимаем поле D4. Ушли. Заняли поле G7. Пошли на D6. В B6 играем. Так. И в этой позиции... Так. Еще раз. Значит, F4. Ушли. G7. А, и вот в этой позиции, если на D6, то уже, друзья, можно вести Cd2. То есть, сводим к первому варианту, рассмотренному, как при защите на F, на верхнем тройнике. То есть, если черные нападают, ушли, закрылись. И такое нападение невозможно. Черным приходится обороняться таким образом. А если черные, допустим, играют на F4, тогда уже играем B6. Допустим, ушли на D6 и уже в этой позиции пошли в дамки. Вот такое непростое окончание. Друзья, все подписывайтесь на канал, если вам нравятся русские шашки. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. До свидания. С вами был Олег Бурылов на своем канале «Шашки с Олегом».